Приветствую всех! С вами Борис Маркелов и вы видели видео, которое я записал. Кстати, пошли угрозы. И угрозы в таком виде, не дай бог, этого не случится. Речь шла о капитуляции. Откуда я это взял? Бабушка у меня колдунья. И прабабушка была колдунья. И у меня на данный момент открылся вот такой дар предвидения. И буквально через какое-то время я нашел новость в интернете, что Владимиру Зеленскому, не буду называть кто он такой, он для меня просто комик, он просто для меня паяц, пришло предложение. Пришло предложение о капитуляции. И о капитуляции заговорили совсем недавно. Ну, практически новость прошла. А новость была такая, что из окружения Зеленского, а вы знаете, что окружает его только друзья и товарищи, просочалась такая новость, что Зеленскому Владимиру буквально несколько дней назад пришла информация кое-откуда. И там была новая конституция и акт о капитуляции, о капитуляции киевского режима. Вы можете верить, вы можете не верить. Может это конспирология, может быть это какое-то чудо, но такая информация просочилась в сеть. И от такой информации как-то все открестились, но она была. То есть окружение Зеленского, они уже не верят своему лидеру, который привел Украину к тому, что Украина сейчас в крайне тяжелом положении. Те реляции, которые идут от иностранных стран, они уже открещиваются как черт от Ладана. То есть не нужна, не нужно. У них и так все хреново. У тех стран, которые якобы сначала поддержали вот эту украинскую риторику, что мы победим, что мы самая хорошая страна. На данный момент все поставки, которые идут на Украину от заграничных стран, оружие и еще чего-то, вы знаете, что их четко калибрует. Сейчас докалибровывает Азов сталь. Ну, а дальше в ближайшем времени поживем, увидим. И увидим, как наш Владимир Зеленский, скорее всего, закончит, как его герой, как его герой, как тот товарищ, который пошел против России в 41-м году. Скорее всего, Зеленского ждет та же самая судьба. Поживем, увидим, смотрим, что будет далее. Всем привет!